С краевого первенства сочинские спортсмены вернулись всего несколько дней назад и уже приступили к активным тренировкам. Вне зависимости от медалей и званий в зале все работают одинаково, поблажек не дают даже чемпионам. Скорее, особенно чемпионом. Первенство Кубани под Хэквондо ВТФ проходило в станице Архангельска Тихорецкого района. В открытом краевом турнире участвовали более 700 спортсменов из Южного и Севрокавказского федеральных округов. Краснодарский край представил команды из 16 городов. Сочи на первенство выставил 13 спортсменов. Ориентировочное количество участников на этих соревнованиях было 650-700 человек. Спортсмены были в основном со всех городов Краснодарского края и районов. Но были и приезжие спортсмены из регионов России. Это Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ростовская область, Ставропольский край и так далее. Хорошие команды очень были. Показатель конкуренции сказался на командном зачете. Командный результат был следующий. Первое место – Ростовская область. Она была очень многочисленная команда. Второе место – Республика Адыгея, если я не ошибаюсь. И третье место – по-моему, Ейский район. Тоже, если я не ошибаюсь. Конкуренция была, в принципе, как всегда на соревнованиях. Есть хорошие техничные спортсмены, технически подготовленные. Есть менее опытные, есть более опытные спортсмены. Поэтому не угадаешь, с кем твой спортсмен попадет и на кого выйдет в следующем бою. С первенства Кубани под Хэквондо ВТФ воспитанники первой спортшколы Сочи привезли семь медалей. Одно золото, три серебра и столько же бронзы. Более чем достойный результат. Алан Гегия завоевал на турнире титул чемпиона в весовой категории до 51 килограмма. «Я завоевал золото, провел один бой финальный, одержав победу техническим нокаутом. Эти соревнования были достаточно масштабные, там было много хороших соперников, достаточно много народа. Что еще рассказать? Насколько часто в вашем виде спорта бывает такое, что один бой, технический нокаут и медаль в кармане? Это часто случается? Нет, это достаточно редко. В принципе, это первый раз так получилось, что соперников не было, потому что все сменили свои весовые категории. Первый раз у тебя или вообще? Именно у меня. А вообще такое случается? Вообще такое случается, да. Кто из соперников показался, на твой взгляд, самыми сильными, может быть, из каких городов или районов края? И кто обычно составляет конкуренцию нашей сборной на краевом турнире? На краевом турнире я бы не сказал, что в моей весовой есть какая-то конкуренция, потому что я неоднократно уже 2-3 года подряд становлюсь первым по краю и призером на UFO. А что дают тебе эти краевые соревнования? Понятное дело, что медали это есть медали, может быть, какой-то соревновательный опыт, рост, не знаю, работа над ошибками, что-то еще? Конечно, это дает соревновательный опыт, это дает рост. Также ты чем больше ездишь, тем больше у тебя перспектив, потому что нужно часто выезжать на соревнования, показывать, на что ты способен и очень много заниматься. А это Георгий Бадалян. До победы в категории до 45 килограммов ему не хватило всего одного шага. Соперник оказался чуть сильнее и немного техничнее. В итоге у сочинца серебро. Я занял второе место, у меня было 5 боев, я выиграл из них 4, но я средне доволен, я хотел первое место. Скажите, пожалуйста, подробнее, кто были ваши соперники и насколько второе место для вас сложно далась эта победа? Первые два боя были не очень сложные, потом еще были два боя более-менее посильнее соперники, а в пятом бою я не смог уже выиграть, был мальчик из Ростова. А чем был сильнее мальчик из Ростова, вот какими качествами, может быть, он взял это золото? Ну, я не знаю, я когда в клинче с ним стоял, он всегда мне попадал в голову, я не мог ничего сделать. Скажите, вот для вас краевой турнир – это высокого уровня соревнования, как вы готовитесь обычно и насколько серьезно вообще относитесь к такому уровню состязания? Для всех соревнований мы готовимся серьезно, чтобы заевать первое место. Как вам кажется, над чем сейчас важно работать, чтобы в следующих соревнованиях, каких-то состязаниях вам, может быть, не повторять ошибок этих? Дыхание нужно развивать, повыше удара бить, растяжка нужна. Георгий Митин выступал на первенстве Кубани в категории свыше 78 килограммов. Его результат – бронза. Турнир был очень крупный, приехало очень много городов, приехал Ростов, Нальчик, Армавир, соседи, очень много народов приехало, очень много, ну, со всего края приехало людей, в общем. Занял я третье место, выиграл два боя с результатами у меня, получается, сейчас получилось так, что у меня было два не очень сильных соперника. Один был с Славянского района и двое с Ростова. Первый бой я выиграл досрочно, второй бой я выиграл с небольшим перевесом, и третий бой я проиграл с перевесом достаточно серьезно, потому что совершил много ошибок в самом спарринге. Скажите, пожалуйста, третье место – это достойный результат на краевых соревнованиях, а для вас это все-таки больше победа или поражение? Поражение. Ну, потому что не доказал тренеру, что могу стать лучшим, если я не добился первого, как минимум второго места, значит, я уже хуже, чем он все это представлял, когда вез меня туда. Какие ошибки, как вам кажется, привели к такому результату, и над чем вы сейчас будете работать, чтобы на следующих соревнованиях показать более достойный результат для вас? Техника. В основном техника, потому что сила есть, движения были немножечко, ну, намного, точнее, медленнее, чем у моего соперника. Мой соперник меня просто обгонял. Он всегда был на шаг впереди, но даже так, хоть какой-то отпор ему давал, значит, осталось нагнать чуть-чуть. Ну, соперник был достоин, да, судя по... Да, соперник был достоин. Он на фестивальских соревнованиях всегда занимает второе место, по-моему, ну, чаще всего третье-второе место. Вообще, для спортсменов участие в турнирах – это ступень к повышению спортивного мастерства. Поэтому на соревнования в Тихорецкий район ездили и совсем юные тхэквондисты, которые тоже пополнили копилку нашей команды серебром и бронзой. Было хорошо, сложно. У меня было четыре боя. Из них я выиграл два, третий проиграл. Соперники были достойные, сильные. Ну, в третьем я проиграл, из-за ошибок я руки не держал. Так, получилось. Пропускал очень много в голову, а так соперники очень были достойные, друзья тоже были. Конкретно про тот бой, в котором тебе все-таки удалось завоевать бронзовую медаль. Вот ты можешь сейчас вспомнить, что ты чувствовал, ну, о чем ты думал во время этого поединка? У меня был небольшой страх и переживание. Думал, как победить, как, ну, так, как в голову побольше бить, на технику пробовал. Но соперник оказался сильнее меня. Вот. Ну, я тоже подрался, и он. А скажи, пожалуйста, что тебе дают эти соревнования вообще и участие в турнирах? Вот. Для чего тебе, кроме медалей? Опыт. Большой опыт. Ну, я знакомлюсь с новыми друзьями. Я завоевала третье место. Я первый бой выиграла, а второй проиграла. А почему проиграла второй бой? Что не получилось? Ну, я устала, а во-вторых, у меня была чуть-чуть больше меня соперница. А ты в какой высевой категории выступаешь, и на сколько она была больше? 28. Ну, на полголовы или меньше была больше. А что еще не получилось, кроме того, что она была больше и выше? Какие ошибки вот ты совершила? Ну, я толкалась много, потому что я боялась, что она будет мне много в голову бить. Для тебя третье место – это победа или все-таки это поражение? Поражение. Ну, потому что я хотела хотя бы второе место занять. Над чем ты сейчас будешь работать, чтобы в следующих соревнованиях, может быть, показать более достойные для себя результаты? Над ударами в голову. Также копилку сочинской сборной на первенстве Кубани пополнили Варвара Шаповалова. У нее серебро в категории до 45 килограммов. И Давид Шахназаров в категории до 28 килограммов. Он завоевал бронзу. В целом, тренер первой спортшколы Вадим Бадалян высоко оценил уровень подготовки спортсменов и показанные на первенстве Кубани результаты. Мы выехали в составе 13 человек. В принципе, были ребята, это кадеты-юниоры, которые уже часто ездят на соревнования. И восьмой-девятый год, младшие кадеты. И фестивальный возраст, это 10-е место. В принципе, знаете, как говорится, кто как готовился, тот так и выступил. Неплохо у нас выступили юниоры, кадеты. Ну, а дети, так как это такой возраст, в котором еще они выезжают для того, чтобы набираться опыта, показали тот результат, на который были подготовлены. В принципе, в общем, команда выступила неплохо. Спорт – это такая вещь, что сегодня кто-то, ну, не то что разочаровал, кто-то выступил не так хорошо, как хотелось бы, но он проявил свои все и физические способности, и волю к победе. А кто-то выступил хорошо в силу других каких-то причин. Может быть, ну, не такая сильная была категория весовая или еще что-то. Я бы не хотел обсуждать этот вопрос. Все ребята молодцы, все на что способны, и кто как готовился, так и выступили. В общем, считаю, выступление на этих соревнованиях хорошее. Сейчас хэквондисты продолжают усиленно тренироваться. Важно, говорят спортсмены, сделать выводы и проработать все допущенные на турнире ошибки, чтобы уже на следующие соревнования выйти более подготовленным. Вывод один я делаю после каждого соревнования. Работать, работать и еще раз работать. Потому что, если сегодня нам дается возможность, скажем, выступить и в финале попасть с более опытными и в полуфинале соперниками, хотя бы в предварительных поединках, конечно, бывают и не совсем подготовленные спортсмены, то в любом случае тренер всегда смотрит вперед. И всегда нам предстоит впереди большие бои, ну, в каком плане, сложные бои и сложные соревнования. Поэтому надо готовиться, готовиться и тренироваться к следующим соревнованиям. Кстати, хэквондо ВТФ становится все более популярным в Сочи. Это основное течение этого вида единоборств. Хэквондо ВТФ, в отличие от ИТФ и ГТФ, вид спорта олимпийский. Хэквондо ВТФ, в отличие от ИТФ. Здесь спортсмены наносят удары преимущественно ногами. А еще Тхэквондо ВТФ предполагает серьезную экипировку, которая защищает практически все тело. Вы знаете, вы хорошо подметили, что да, именно наш вид является олимпийским видом спорта. Для многих название вида спорта Тхэквондо и Тхэквондо, но никто не может понять, когда начинает тренер объяснять, что есть олимпийский вид, есть не олимпийский вид. Многие не могут понять, какая разница, название-то одинаковое. На самом деле в городе Сочи очень популярен наш вид спорта. Развивается и занимаются порядка 150, ну около 200 человек, если взять в общем, да, в спортшколах, в клубах. В принципе, надеемся на дальнейшее развитие, на дальнейшую массовость нашей мини-спорта. Впереди у Тхэквондистов много важных турниров. Ближайшие всероссийские соревнования в Нальчике. На сегодня все. Судастные. Вопросы есть? Нет. А принявши есть? Судастные. 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 Ну остается, осталось. Здравия любого, желаю. Судастные. 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 Игорь Негода. Продолжение следует...